МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завоевал награду только на чемпионате Европы в Москве и уроженец Водкинска, гимнаст Давид Белявский. В многоборье он стал абсолютным победителем. В борьбе за золото Давид опередил бронзового призера лондонской олимпиады англичанина Макса Уотлака. Тем временем в Бежевске завершился всероссийский турнир. Медали мемориала заслуженного мастера спорта Германа Скурыгина разыграли сильнейшие скороходы страны. Атлеты Удмуртии и здесь были лучшими. На их счету порядка десяти наград. За триумфов местных спортсменов наблюдала наша съемочная группа. Перед Полиной Любимовой дилеммы не стояла, выступать на этом старте или нет. Она не раздумывая приехала в Бежевск. Шарканская девчонка восхищается с детства спортивными успехами земляка и чемпиона мира Германа Скурыгина. Она в память о нем постаралась и выиграла турнир. Германа Скурыгина это как бы из Удмуртии очень такое. Я как бы хочу доравняться на него. Также у него много побед, хорошие результаты. Я хочу так же. Восхищается наградами Скурыгина и его соратник гость из Мордовии. Виталий Аверкин сам выступал с Германом. Говорит это был настоящий боец, настоящий друг. И он с юными воспитанниками приезжает в Бежевск каждый год, рассказывая ребятам об этом атлете. Всегда приезжаем, ежегодно. Я лично приезжаю. Стараемся вывести побольше народа, чтобы помнили о нем, знали, кто это такой. Они очень нужны для того, чтобы возить даже не первый состав, допустим, не олимпийцев, а подвозить молодежь, младших, чтобы они учились, видели, знали, запоминали, и помнили именно от этих людей, памяти которых мы проводим соревнования. Не первый состав участников всероссийского турнира, однако, показал хорошие результаты. И молодежь, а также взрослые скороходы прошли дистанции технично и быстро. Так в абсолютке победителями захода на 20 километров стали и живчанин Сергей Карепанов и Мария Петрова из Чувашии. Они и в июне на чемпионате страны в Чебоксарах рассчитывают на медали, а их младшие коллеги поедут в Новочебоксарск на первенство при Волжье. Не остался незамеченным на этом старте представитель Оргкомитета чемпионата мира по легкой атлетике. Этот старт пройдет в Москве в начале августа. Он приехал в Ижевск для того, чтобы рассказать жителям об этом крупном спортивном событии. Ведь в столицу России приедут такие мировые звезды, как всем известный спринтер Усейн Болт. Для того, чтобы люди знали, что состоятся такие грандиозные масштабные соревнования, чтобы приезжали в Лужники, чтобы болели, поддерживали своих спортсменов, россиян. К другим новостям. Первые финальные матчи стадии плей-офф чемпионата России среди мини-футбольных команд Вашей лиги стартовали. И стартовали не очень оптимистично для удмуртских болельщиков. В Ишиме Тюмень-2 одержала победу над Глазовским прогрессом со счетом 6-5. К слову, это третий матч команд в сезоне. И все они закончили с одинаковым счетом. А впереди решающий поединок. Чемпион определится уже 28 апреля. У волейболистов в Удмуртии чемпион уже определен. Им по традиции стала мужская команда изжевских электросетей. В финальной встрече они играли с нас спортсменами Удмуртнефти и одержали над ними верх 3-1. Замкнула тройку призеров молодежь технического университета. Герои нашего следующего сюжета – школьники. Сейчас у них жаркая пора. Они не только готовятся к окончанию учебного года, но и сдают спортивные нормативы в рамках президентского фестиваля. Все параллели, начиная с пятой и заканчивая старшеклассниками, проходят так называемый отбор на всероссийские старты. Татьяна Мальцева продолжит тему. Челночные беги, прыжки в длину с места. Для учеников 7-го А-класса 83-й Ижевской школы виды несложные. Все школьные программы здесь представлены. Поэтому для этих ребят соревнования – дополнительная возможность объединиться всем классом. Хотя они и так очень дружные. Даже на вопросы отвечают, дополняя друг друга. Мы стали дружнее. И стали сильной командой. А мальчишки с девчонками как дружат? Хорошо дружим. Лучшие друзья. Мы как большая семья. Вместе гуляем. Объединить школьных товарищей – это лишь одна из задач Всероссийского президентского фестиваля. Еще одна и, пожалуй, основная – это привлечь школьников к активному отдыху. Ну и к здоровому образу жизни. Переводя на современный язык, вырвать детей из виртуального пространства. Для многих компьютер – это главное. В компьютере можно и поиграть, и посоревноваться. Но когда они видят, как они борются, и мы видим, как они борются на дорожках всем классом, когда у них идет азарт, когда они потом говорят, как было здорово, как нам весело, как нам интересно, и что у них есть желание получить какую-то медаль, грамотку, потому что они такие здоровые. Этот президентский фестиваль проводится уже несколько лет. Сначала городской отборочный этап, затем республиканские победители поедут на российские старты. Включают в президентские состязания обязательные виды спорта и дополнительные. Обязательные виды спорта – это у них теоретический конкурс, творческий конкурс, который на тему в этом году Сочи 2014 год. Сегодня у нас третий вид, обязательный вид президентских состязаний – это спортивное многоборье. В этом году легкоатлетические тесты в своих параллелях лучше всех прошли учащиеся 87-й, 74-й, 12-й, 52-й, 100-й и 22-й школы. Также отдельно проходит отбор и среди сельчан. Это все. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин